Шалом! Мы с вами на 94-ой странице предисловия Рамам Махмешне. Напомню, что наша глобальная тема, которой мы занимались, до этого Рамам объяснял определенные предисловия к теме Мидраши, Драшот в Талмуде, Агадот, что определенные идеи очень глубокие и закручены в них, и мудрецы их облекли, одели в определенные такие рассказы, иногда детские, по внешней форме, и этому есть несколько причин, Рамам их объяснил. Одна из них, чтобы отдалить людей не подходящих, не знающих и так далее. Для тех же, кто знает, понимает, разбирается, для них это глубокий свет там находится. И мы сейчас начнем с вами шестую главу 95-ой страницы, разбирать пример. Рамам придет пример, одной из таких дрошот, которая на первый взгляд кажется странной, а потом мы видим, что за глубокий находится. Но для этого я вернусь на 94-ой странице, конец предыдущей главы, чтобы была связь между темами, между главами. Я начинаю, пожалуйста, мы объясняли это выражение мудрецов, что те, кто глумятся на славе мудрецов, в самом начале придется чего-то страница вверху, те будут в будущем наказаны тем, что их вымажут кипящим калом. Прошлый урок, мы подробно об этом говорили, сейчас мы уже после обеда, поэтому не будем снова повторять эту тему про кипящий кал. Да, но кому интересно, этот пример очень странный и неприятный, то в предыдущем уроке мы пытались немножко его объяснить. Рамы здесь только говорить, что от третьей строчки, 94-ая страница, третья строка, страдание от кипящего кала не большее наказание, чем безумие, побудившее человека глумиться над истиной. То есть то, что человек смеется над истиной и так далее, так же как в этом мире, ему очевидна противность того, что исходит из испражнений, так же в мире истины будет очевидна то противная вещь, то безумие, которое было, когда он смеялся над истиной. Поэтому ты найдешь никого, кто внушался бы их словами, то есть мудрецов, кроме человека сладострастного, всему предпочитающего чувственное удовольствие, из тех, в чье сердце не проник чистый свет духовных ценностей. Наши мудрецы и духовные наставники хорошо понимали, насколько глубоко содержащаяся в их словах истина, поэтому посвящались есть свою жизнь и велели усердно изучать ее по ночам и днем, и также находить для этого время. Они видели в тайнах дрожжет высокую степень мудрости, и это воистину так. Сказали в Талмуде, все, что есть у святого, сейчас Рама приводит нам выражение, которое дальше в следующей главе шестой он разберет, поэтому я это повторяю. Сказали в Талмуде, в разделе Брахот, все, что есть у священного в этом мире, благословен он, это только четыре локтя, галахи, арба амод галаха, ама, ама это локоть, да, четыре амод это четыре локтя, то есть где-то два метра приблизительно получается, это плюс-минус размеры человека в этом мире, в различных источниках приводится это мой пример, что у человека в этом размере, там, его могилы и так далее, четыре амод, да. Это, эти уроки по предисловию к Мишне, они, ну, с первого взгляда, они имеют такой характер, как хасидуса или что-то в этом роде, чего-то такого с идеями, каким образом это может контактировать, когда мы, допустим, изучаем гмору или Мишну, вот, самой Мишной, типа... Вы видели здесь много интересных вопросов, повторю, чтобы нас слышали в интернете, каким, какая связь, да, как бы между теми уроками, которые мы даем по предисловию к Мишне, и конкретно при изучении гморы, да, которые мы изучаем. Правильно понял твой вопрос? Ну, да. Как это нам может помочь? Как нам это может помочь? Кроме того, что мы понимаем, что если тут говорится, допустим, бабочка улетела с цветка, это, ну, по-любому не значит, что бабочка улетела с цветка. То есть то, что ты уже это понимаешь, это то, что ты понимаешь, что если мудрецкали какое-то выражение, мидраж какое-то, да, драшу, то буквальное понимание, оно неверно, это само уже великая вещь. То есть ты еще не знаешь, какое верное понимание, для этого нужно, как и в любой степени, нужна подготовка, да, чтобы быть, понимать в астрономии, нужно взять астрономию, да. Тем не менее то, что ты понимаешь, что неверно думать про эту вещь, это уже великое благо. Это первая вещь практически. Вторая вещь очень важная, что Раманам до этого объяснил много тем. Разбирали тему пророчества, тему устройства устной Торы. Мы разбирали многие правила в Торе, допустим, что такое Аллаха Муша Миссина и так далее. Мы разбирали, как устроена устная письменная Тора и взаимосвязь между письменной Торой и пастуком. Я уверен, что с первого раза не все все запомнили и так далее. Поэтому я и на личном опыте вам предлагаю перечитать, повторить еще много раз. Кто не помнит, присмотреть, может быть, уроки. Потому что есть много вещей, даже в точке зрения изучения гоморы, когда человек не понимает, как гомора устроена, с чего начинается. Начинается с пасука, либо начинается с известного устного закона, который отражен в пасуке, что ищут мудрецы. Здесь была тема споров мудрецов между мудрецами, в чем основа споров мудрецов и так далее. В чем мудрецы спорят, а в чем они не спорят. Очень много вещей, что у человека, когда подступает конкретно к изучению гоморы и кустной Торе, то у него вместо каши в голове есть порядок определенный. И люди, которые изучают гомору без предисловия этого, я вам на личном опыте говорю, путаются в самых базисных элементарных вещах. И всегда складывается ощущение, что что-то неясно, что-то непонятное, странные вещи здесь происходят и так далее. Поэтому кто много раз это перечитает, чтобы у него это устаканилось, осело, как положено, стало ясно, то, что я это объясняю, это может быть помощь какая-то, но пока человек сам не приобретет это, не узнает, мы отключились. Тебя не было, когда мы все торжественно отключились, но мы отключились. То есть, грубо говоря, при сборных ключах нет, как сказать, был сайт, сборник понятий. Сборник понятий – это правильный вход в устную Тору. То есть без этого войти в мир устной Торы и, соответственно, письменной Торы, потому что нет входа в письменную Тору без устной Торы, путаница одна большая. Для людей, которые изучают Талмуд, для них прежде всего это нужно. Но это вообще, как бы, здесь много есть принципов, мы видели пророчества здесь, многие законы пророчества Рама объяснила, там принципы повреденные и так далее. Поэтому сейчас Рама приходит уже конкретно к объяснению, к конкретной Драши, берет пример. Эту фразу, что нету Всевышнего в мире ничего, кроме арба четырех локтей Аллахи. Да. Теперь, что я имею в виду Аллаха? Четыре локтя – это размеры человека. То есть нету Всевышнего в мире ничего, кроме человека. Четыре локтя – это место человека в этом мире. То есть кроме человека Аллаха в данном случае это изучение Торы. То есть нету Всевышнего в этом мире ничего, нет ничего важного для Всевышнего, только для этого создан мир. Это самое важное, что есть в мире, чтобы был человек, который изучает Тору. Ибрама говорит эту интересную фразу, смотрите. «Вдумайся в это высказывание, ибо если ты остановишься лишь на его поверхности, оно покажется тебе далеким над истиной. Ведь с первого взгляда кажется, что в четырех локтях Аллахи, то есть в том, что человек изучает Тору, выражена наивысшая цель, поставленная Всевышним, а остальные науки, области знаний отвергаются. То есть первая вещь. Предположим, самая важная в мире вещь для Всевышнего, для этого создан мир, чтобы человек изучал Тору. Представьте себе, как выглядит мир, когда люди только изучают Тору. Что есть в мире? Мир не развит, есть пещеры, какие-то свечи, может быть и так далее. Мир находится в потемках, в болезнях, в эпидемиях, нет мозга, на кондиционера и так далее. Как выглядит мир? Да и для изучения Торы нужны другие науки. Ведь нельзя поставить Аллаху в области кошерности животного, если не знаешь зоологию, физиологию, биологию и так далее. Как знать, что это смесь двух запрещенных видов растений, которые нельзя смешивать, если не знаешь ботанику и так далее. Как можно установить законы Рошходыша, если не знаешь астрономию. Как можно установить законы семейной чистоты, не зная физиологии и устройств женского организма и так далее. Всех нюансов, оттенков крови и так далее. И еще много-много-много других вещей. То есть сама Тора не может быть Торой без знания определенных наук. Без математики, как посчитать вещи невозможно и так далее. То есть это выражение, что у Всевышнего, единственное, что есть у Всевышнего в мире, это человек, изучающий Тору. То есть четыре Ама Аллахи, то есть это территория, в которой изучается Тора. Это очень страшное выражение. А остальные науки и области знания отвергаются. Это первый вопрос Рамбаму. Второй вопрос. И в эпоху Шема и Эвера, да и последующих поколений, когда не существовало Аллахи, то есть еще не было дрова на Тора. В мире не было ничего, относящего к Всевышнему. То есть для Всевышнего все это было пусто. Наши пароцы изучали Тору. Абрам учился в Вишиме, Шема и Эвера. Еще не было дрова на Тора. Но там что-то изучалось. Какая-то была традиция от Уф первого человека и так далее. Какой-то глубинный изучались. Какие-то, может быть, тайные Торы изучались. Что для этого Всевышнего все это не важно. То есть что это за фраза такая? Нет, говорят, мудсифа в Талмуде, в разделе Брахот. Все, что есть у Святого Творца, Благословен в этом мире, это четыре локтя Аллахи. Это единственное, что его держит в мире. Это самая важная вещь. Для этого мир создан, все остальное не имеет никакого значения. То есть Рама говорит, да, если поднять по-простому это выражение, оно аннулирует, делает весь мир неактуальным, нерелевантным. И оно, в принципе, непонятно, потому что невозможно изучать даже Тору без других дисциплин, других знаний. Однако глубоко вдумавшись в это изречение, ты заметишь, что нечто увидительное из сферы мудрости, и обнаружишь, что оно содержит весьма важную информацию, касающуюся из интеллигибельного прошлого, с точки зрения постижения глубоких и скрытых вещей. Я растолкую тебе это высказывание, дабы оно послужило примером по отношению к остальным изречениям подобного рода, которые ты встретишь дальше в Талмуде. Однако основательно вдумайся в него. Да, это мы видели в прошлый раз. Сейчас Рамбам начинает объяснять это выражение, которое не очень понятно, странно, что мудрецы имели в виду и так далее. Сейчас Рамбам начинает его потихоньку расшифровывать. Я на 95-й странице, 6-я глава мы начинаем. Знаешь, что древние. На еврейте написано интересно, что кадмуним. Кадмуним это, можно приносить как древние, но имеется в виду мудрецы предыдущих поколений. Да, предшественники. Есть что-то о мудрецах, не о древних людей, которые бегали с повязкой, папуасы какие-то и так далее. Мудрецы предыдущих поколений, обладавшие проницательностью и познаниями, проделали титаническую философскую работу. На еврейте не написано, что они проделали философскую работу, но написано, что они глубоко углубились в мыслях, в постижении и так далее. Здесь они добавили философскую работу. В результате которой им открылась истина, что все в универсуме, то есть все в творении имеет цель, ради осуществления которой и было ему даровано бытие. То есть первая вещь, сегодня нам есть многие вещи, которые нам уже понятны, и сегодня даже не замечая этого, не зная этого, мир вообще, и тем более еврейский мир, живет по рамбаму. К примеру, то, что сегодня всем абсолютно ясно, понятно, что Всевышнего не тело, это рамбамо работа. То есть мы даже об этом не задумываемся, не знаем, но любой ребенок сегодня, неважно, он вылез в Хабаде, в Бреслове, там язвная кипа, черная кипа и так далее, он живет по рамбаму. Да и мир в большинстве своем живет по рамбаму во многих аспектах, да, то есть многие идеи рамбама распространились. Поэтому здесь есть фраза, которая может быть сегодня нам более-менее ясна. Тем не менее, был период, когда это было не так ясно, мы живем уже тысячу лет после этой фразы, да. Тем не менее, рамбамо здесь говорит, что мудрецы определили определенную работу, в которой открылась истина, что все в творении имеет цель. Ради осуществления которой было ему даровано бытием. То есть получается, что в мире нет ни одной вещи, которая просто так. Сейчас рамбам приведет примеры, доказательства, о чем идет речь. Тем не менее, это вещь, которая, хотя и сегодня, и сегодня могут быть люди, которые смотрят на мир, особенно на мир природы, и у них ощущение, что это просто так. То есть случайно что-то произошло, сложилось и так далее. И соответственно, из этого вытекают и последствия определенные, к примеру, если мир возник просто так, случайно, в течение какого-то там взрыва, и знаю, там, какие-то химические процессы там и так далее. Дедукция. Дедукция? Думаю, что это уточняет что-то, нет? Дедукция. Методом дедукции. Проверьте, посмотрите в этом самом. Я уже давно… Дедукция. Дедукция. Выходы, что выводы, основываются на своих предположениях и зацепках, которых принесет… То есть какая-то система оценивания, осознания, логическая последовательность. Если вы найдете там более точное выражение этой вещи, да? Если человек, допустим, живет в мире, который произошел просто так, неважно какая причина, тем не менее нет того, кто специально что-то здесь делал, сотворил и так далее, то получается абсолютно бессмысленно искать смысл жизни. Ведь если мир возник в связи какого-то взрыва, что-то случайно взорвалось, или какая-то микроб, туфелька какая-то, инфузория туфелька в итоге развилась, стала рыбкой, а эта рыбка стала, не знаю, там, млекопитающим и так далее, в итоге появился человек. Неважно какая теория, если это вещь случайная, то нет никакого смысла искать себе смысл жизни. Почему? Потому что все случайно. Любой смысл, который ты находишь, он обманчив. Потому что нет смысла утворения, все случайно. То есть у человека есть внутри ощущение, что должен быть смысл жизни, а он живет в мировоззрении, что мир, он произошел случайно. Поэтому, с одной стороны, он пытается найти какое-то значение жизни, потому что внутренний позыв-то у него есть к этому. С другой стороны, его рамка, концепция, в которой он живет, говорит ему, что нет. Соответственно, все, что он находит, он не может почувствовать в этом какое-то удовлетворение, потому что это он выдумывает смысл жизни, но на самом деле все случайно. Тем более, те теории, которые говорят, что этот мир, так же, как он начался, он и закончится большим взрывом, то все очень пессимистично. Но если мы знаем, верим, приняли по традиции, это вещи, которые нужно изучить, проверить, да, что мир создан, то тот, кто создает мир, у него есть какая-то цель, на которой он мир создает. Соответственно, у всех творений, которые уходят в этом мире, есть какая-то цель, какая-то миссия. Тогда я действительно должен найти свое предназначение, раскрыть его, и тогда оно будет верным. Потому что действительно мир создан для чего-то, не случайно, для чего-то. И, соответственно, у меня в нем есть какая-то миссия, которую я должен реализовать. Тогда эта вещь верная. Нужно найти эту миссию, нужно понять, для чего мир создан и так далее. тем не менее мудрецам тогда еще в тот периода они осознали что весь мир имеет определенную цель и каждая меч в этом мире у нее есть предназначение и нет в мироздании никого ничего наделенного существованием напрасно теперь мне есть много вещей которые мы смотрим на ними они нам кажутся бесполезными лишними странными сейчас рама поговорим про эту тему убедившись в истинности этого постулата как всеобщего они то есть мудрецы перешли к дедукции до к размышлению как скажите при дедукции определение точная корм уже ты используешь дедукция дедукция это логическая дедуктическая процедура посредством которой осуществился переход общего в частном процессе рассуждения поэтому они здесь наверно и таки написано до что когда они поняли общий принцип тогда начали разбирать каждое творение в раздельно то что здесь написано убедившись в истинности этого общего постулата как всеобщего они перешли к дедукции то есть от общего частному до это дедукция до приходит применяя его к отдельно взятым формам бытия с намерением узнать истинную цель существования каждый то есть тот момент когда мудрецы постигли что у всего мироздания у всего целого есть предназначение теперь они решили хотели проверить предназначенность всего что есть в мире какая конкретно у каждого есть своя подмиссия да допустим есть миссия подразделения там захватить какой-то объект и у каждого солдата есть своя какая-то подмиссия у водителей своя миссия у нацельщиков своя миссия там не знаю там у пехоты и так далее да и а потом внутри этой взвода есть еще подмиссии и так далее еще подмиссии то есть вопрос если я начинаю с этих под подмиссии тогда я запутываюсь мне не ясно может быть даже почему потому что если не понимаю общего принципа я не могу понять почему-то сладость стоит все воюют он стоит бездельник да я смотрю в биток и говорю какой бездельник я его пах снял да застрелил предателя нету не бездельник он этот самый на вышке стоит он тот кто трубит там по рации все передает там у него миссия есть то есть если я не знаю общего принципа то у меня и частная миссия на непонятно поэтому человек начиная с себя какая цель моей жизни в тупике почему потому что он видит себя маленьким объектом в этом мире который живет там 70 80 или максимум 80 лет какой царь давид что он может этого понять нужно видеть учил общую картину по осознать как здесь написано да что они упознали истину всего универсума когда ты познаешь истину всего творения для чего всевышний создал все творение тогда можно перейти к тому для чего созданы животные неживой мир я знаю растительный мир человек народ израиля и так далее потом я могу еще делать больше до углубления до каждое отдельное там поколение и так далее нужно понять допустим в нашем поколении чтобы я знал что мне делать как мне делать шуву как physiology выше выше понять в чем миссия нашего поколения00 Ruth же понять в чем миссия всего мира и понять в чем конкретно миссия нашего поколения ведь я рожден в этом поколении в предыдущем когда люди живут в этом поколении а думать что не предыдущем одеваются соответственно в в таком же стиле, ведут себя в стиле. Есть люди, которые в Израиле воюют с солдатами религиозные, как будто они находятся в царской России, как будто они Таньягу или Беннет, это царь Николай, а они в царской России, и они воюют так с нашим правительством. То есть для них ничего не поменялось, они забыли поменять эпоху. Осталось все тоже осталось. Они не понимают, что это уже Израиль, а не Россия, что это наш премьер-министр с его проблемами, это наше правительство с нашими проблемами, и методы должны быть другими, и подход должен быть другой. Это уже не подполье должно быть здесь какое-то, это не Британия. Мы не в Израиле во время британского мандата, где у нас подпольная сеть, и мы тут теракты совершаем против британцев и так далее. Это не турецкий мандат никакой и так далее. Это уже наше государство, уже другие методы. То есть не понимая историческую эпоху культурно-духовную, в которой мы живем, непонятно, что мне делать. Какая миссия моя здесь в этом вещи? Да, поэтому... Британский мандат был противно, тратить все это. И боев не пускал в Ушивку. Охо? Поэтому люди забывают, что сегодня это не британский мандат. Знаешь, что все уже, Мшех пришел. Есть куча проблем. Но есть разница между проблемами в России с Николаем Махшимо, да, и нашими проблемами с нашим правительством. Есть проблемы, когда у меня есть, допустим, проблемы с арабами, да. Но есть проблемы в семье иногда, между детьми, родителями и так далее. Человек же не ведет себя с детьми, как ведет с арабами там и так далее, да. Жизнь дома не выгоняет своих детей. Понимаешь, что этих нужно выгнать. А это... А может быть и тот же, тот оба нагло были. Этот ему араб, что-то сказал, нагло так в лицо там. И его сын ему нагрубил. Ну так что, что это одно и то же поведение? Ведь это сын, а это враг и так далее, да. Это в подростковом периоде находится сын, а этот вообще трехлетний, он просто копирует и так далее. Вообще можно не реагировать на это. Я не знаю, сейчас не говорю, как себя вести в остальных детей, но... Человек не делает разделение, а в хана, ну ведь называется, да, не делает как бы разделение между областями, периодами, временами, то непонятно. Мы сейчас должны служить Всевышнему. Но ведь это не я служу Всевышнему, я служил в поколении, в народе, который служит Всевышнему. Если сейчас миссия, допустим, завоевывает землю, и не время сидеть, допустим, истами, я не говорю, что это так, но, к примеру, сейчас время войны, а ты сел и учишься. Тут бомбят, а ты сел и учишься. Ты народу не помогаешь, и себя подвигаешь опасности. Может быть, даже добрый какой-то, минимальный количестве людей, которые не бросают учение Торы, то, что Тора наша сила, но нужно понять, ты часть этого или нет. Китсон, нужно понять. Поэтому, да, поэтому сначала нужно понять общую идею всего творения, потом понять миссию народа Израиля, потом понять миссию нашего поколения, потом уже приходить к себе, а что я должен тебе на конкретном, делать. Так вот, убедившись в истинности этого постулата, как всеобщего, то есть, когда мудрецы постигли идею, для чего создано все мироздание, они перешли к дедукции, то есть, от общего к частному, применяя его к отдельно взятым формам бытия, с намерением узнать истинную цель существования каждой, то есть, от общего к частному, по-другому не получается. Для них была очевидность, очевидность и сообразность всех форм бытия, появившихся в результате человеческой деятельности. То есть, мудрецы сразу разделили мир на две вещи, на две области. Первое, что сделал человек и что сделал Всевышний, природно назовем так, а пока в одну область отнесем это. Так то, что было сделано человеком, для них была очевидна целесообразность всех форм бытия. Это не нуждалось в доказательстве, только следите, может, по тексту, чтобы вы знали, где это написано, могли еще раз перечитать и так далее. Может, я ошибаюсь, неправильно объясняю, можете проверить, поспорить. Я для этого раздал эти тексты. И это не нуждалось в доказательстве, ибо любой создатель приступает к работе только тогда, когда в своем воображении уже представил конечную цель своего труда. То есть, человек не создает пилу, холодильник, молоток, телефон, без того, что он сначала подразумевал, для чего он это делает. Нет такого, кто случайно создал атомную бомбу. То есть, случайно, человек хотел что-то взорвать, для этого, представив в голове, как это может выглядеть, как это может выглядеть, как это может выглядеть, и любая предмет, его идея предшествовала ему для его создания. Поэтому, с точки зрения вещей в мире, которые искусственно созданы, нам очевидно их предназначение, потому что создан их человек. И мы знаем идею человека. Иногда может быть ситуация, что я нахожу какую-то вещь, к примеру, вчера мы были у родителей там на шаббате, и ему стоит шаббат, мама моей жены, как это, теща называется? Отдала нам какое-то устройство такое. Теперь, я смотрю на него, выглядит как кофемолка, что ли, либо какая-то непонятная баночка такая, с кем-то, вижу, что там кнопка есть, я понимаю, что это, что это такое. Непонятно. То есть, иногда я не понимаю, я вижу предмет, если предмета не очевидно его предназначение, что-то изобрели, не знаю, что это такое. То есть, для этого нужно, ну понятно, что есть человек, который это создал, есть у него предназначение. Я, конечно, могу налить в него воды и использовать в виде вазы, но я его не использую по предназначению. Поэтому нужно спросить человека, который это создал. Оказалось, что это устройство, которое опускает холодный пар. Когда кондиционеры работают, и они все время высушивают воздух, очень важно, из этого могут быть всякие хронические вещи, могут быть все время сухой, да, вложитель воздуха, просто называется. Это может быть, человек даже может наоборот озарегировать кашлем, соплями и так далее. И как раз из-за того, что воздух, может голова болеть, так если уложитель воздуха опускает, такой холодный пар делает, так как ты не понимаешь, что это такое. Ну понятно, что у него есть предназначение, только нужно спросить создателя, для чего он это создал. Так может быть, создатель вещь такая, что мы нашли какой-то в этом мире предмет, созданный человеком, просто не знаем, для чего он создал, но это чисто наша проблема. Понятно, что у него есть цель, например, изготовление пилы. Кузнец не приступит к работе над ней, то есть создавать пилу. Он сейчас первый раз выгодит пилу, пока не представит, как он разделит части целое, части целое, как разделит на части целое дерево, или создать мысль на будущую модель пилы. То есть стоит человек, у него есть огромное полено такое, дерево-ствол, и он сейчас думает, как мне его разделить. Как мне это дерево разделить на, если бы я могу разделить на какие-то куски, мне бы было там, я могу что-то из этого создать там и так далее а сейчас перевозить это целые сосну из города в город это нужно 100 телек такое да нужно его как-то попили то есть этот человек в своем воображении создал какой-то инструмент который должен это дело разделить да и он сейчас реализует это лишь затем он возьмется за работу чтобы из последствий использовать пилу по назначению поэтому я когда нахожу пилу даже если не знаю какое предназначение мне очевидно что не из предназначения и предназначение предшествовал этой пиле из этого следует что цель изготовления пилы возможность разрезать ее на какие-либо физические тела да одно целое цель топора разрубать цель иглы соединять между собой куски полотна одежды то есть вещь еще это не такой ноу-хау да здесь вещи простые очень тоже можно сказать обо всех предметах появившихся в результате деятельности человека всегда мысль предшествует реализации гораздо сложнее вопрос или сообразности по отношению к тому что обрело бытие благодаря дьяниям творца управляет и управляющему природной природой разуму а вот вещи которые созданы всевышним и они действуют в рамках законы природы то есть какие-то законы которые как бы автономно работают как бы самосуществует из какие-то у них взаимосвязь там и флора фауны и знаю там всякие там естественные воды природе и так далее силы определенные да вот эти вещи нам зачастую не очевидно их предназначение гораздо сложнее вопроса и сообразности по отношению к тому что обрело бытие благодаря то есть что существует благодаря дьяниям творца и управляющему природой разуму вот эти вещи нам не очевидны потому что иногда эти вещи выше нашего понятия иногда нам некого спросить то есть если я могу найти изобретателя пилы и спросить чего это создал скажем да что не понимаешь распить то всевышнего не можем пойти за руку подернуть сказать для чего ты это создал поэтому непонятно зачем нужны различные виды деревьев трав полезных ископаемых камней животных скажем люди там еще там за тысячу лет назад нашли нефть и непонятно чем в мире есть такое количество нефти пока не пройдет много десятков сотен поколений из этой нефти не начнут делать полиэтилен бензин без чай без кофеина там и так далее в общем и сразу разные вещи что можно делать из нефти и с помощью нефти и так далее то есть это было уже это существовало нам было не открыто иногда наберет целые поколения чтобы нам эти вещи открылись и люди которые жили тысячу лет назад он смотрит на этот мир и думает зачем это все создано для чего бесцельность какая-то свечи которые существуют бесцельно целесообразность некоторых из них постигается путем несложных раз 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 куда нужно перевернуть секунду дадим яду сиропа у меня на раз закончились здесь и это мне старых себе закончились одну такую ждать они там и где-то на столе да какая-то речка до 90 6 много рассуждений то есть тогда есть вещи которые вы да можно постигнуть это не сразу нам очевидно как пила для чего создана пила да может быть человек это смотрит на пилу то он и и если это недалеко как бы не такой ноу-хау да у нас поколение где плюс минус техника научно-технические процессы уже существует то в принципе может и догадаться да для чего это нужно но есть вещи которые нужно мы уже вы достичь их поднять их предназначение путем несложных рассуждений от других путем глубоких исследований из вещи которых нет допустим да это уже глубокие исследования этой вещи среди них есть такие чью целесообразность не может определить и самый проницательный ум можно найти в нашем мире такие вещи что даже самые великие ученые если они не могут понять для чего эти вещи существует предназначение она скрыта настолько что и вообще невозможно постичь единственный путь к ее познанию пророческие видения и неспособность проникать в тайное то есть есть вещи так в этом мире примеру понятие жизнь где на жизнь откуда она приходит куда она уходит как она связана с телом да и так далее то вещи которые уже не так легко постичь понять посмотрел немножко подумал уже ответил на вопрос свечи которые сегодня являются тайной абсолютно как бы непонятными явлениями для для ученых так есть такие вещи которые всевышний открывает нам иногда и в пророчестве то есть наука не всегда может проникнуть эти вопросы либо познание каких-то тайн торы пример мудрецы в талмуде знали многие вещи там физики и так далее в мироздании которые сегодня знают ученые не потому что у них тогда уже были эти технологии технологии не было всевышний раскрыл им эти вещи то есть члены осознавали понимали определенные вещи законы умели читать с точностью определенные там и вычисления и так далее не потому что наука была тогда так развита да потому что всевышний раскрывает им мудрость это не значит что они могут нам всегда передать эти вещи может быть да и тогда это не значит что возникнут школы и там не знаю там исследования и так далее это еще не факт что то что тебе раскрывает ты можешь уже передать кто позже посмотрит то в книге кузыри если я правильно помню в первом абзаце да в первой главе там есть тема где он объясняет как передавать принцип придания мудрости в мире мудрости науки и так далее есть народы которые украли себе мудрость народ захватил народ и часть захвата было что они наследовали какую-то мудрость но они сами и там наука определенные мудрые знания достижения определенных но они сами не смогли продвинуться то есть мы видим что что у них это и остановилось о примеру там он приводит пример то есть видишь что так они не источник мудрости у них мудрость находилась то у них была философия, пока они были на пике военной власти, пока они захватывали мир и правили миром, то используя захваченные народы и их мудрость, то была у них какая-то философия. Только как Рим спускается с арены Великой Империи, то вдруг оказывается, нет ни философии, ни наука. Что такое сегодня Греция? Можно погулять там, поехать, кому хочется. Очень интересно, конечно, но тем не менее. Кроме музеев, что это за страна предавая? Есть какие-то люди, ученые, много новинских лауреатов. Где все? Отсюда мы учим, что у них мудрость не связана сутью их народа. Она была у их народа, когда они имели военное преимущество и захватили, как сегодня, если какая-то страна, скажем, захватит другую страну, то какой-то период у нее будет какие-то ископаемые, может какая-то наука, техника. Но потом, не факт, что эта страна продолжит процветать. Потому что есть вещи, которые Всевышний дает. Всевышний дает, и есть народы, у которых эта мудрость находится, иногда они ее теряют. И другие народы не могут ее приобрести себе, только как во временное использование. Однако, конвенциональными методами исследования это сделать невозможно. То есть, есть вещи, которые только могут пророчествовать, как в Святом Духе, в изучении Тайной Торы могут открыться, но обычными способами это не получится. Человеку не дано привести, изыскать и узнать причину, по которой в природе существуют муравьи с крыльями и без. Например, интересный вопрос. Есть разные виды муравьев. Есть с крыльями, есть без. И те, и другие выживают. Почему нужно два вида? Десятки видов муравьев. Для чего Всевышний создал? И почему одни насекомые имеют большое количество конечностей, а другие меньше? Есть два вида, есть сороконожки, есть двадцати ножки, я не знаю, там и так далее. Почему так? Или в чем целесообразность существования конкретного червя и конкретного муравья? В чем его предназначение в мире? Какую пользу он несет? Ведь если все мироздание создано для какой-то цели, то каждая деталь, она несет в себе какую-то миссию. На эти вопросы сегодня наука не может ответить. Наука может описать, как работает, как существует, как это муха, червь, муравей там и так далее. Как он размножается, питается. А для чего он? В чем его миссия? В чем его предназначение? Цель? Наука этот вопрос не спрашивает. Это уже вопрос философский, да? Это вопрос уже не технический. Говорит Раман так. Но если перейти к вопросу целесообразности бытия более крупных созданий, с более выраженной природной функцией, то здесь можно говорить о преимуществе одного ученого над другим. Чем более учен человек, тем сильнее его усердие и светлеум, тем большее количество созданий, чья целесообразность становится ему известной. То есть, когда речь идет о каких-то больших творениях, допустим, корова, слон, лошадь и так далее, собака, то иногда более-менее очевидно его предназначение, какая-то его функция и так далее. Если еще человек немножко с мозгами, и чем он умнее другого, и так далее, то он найдет ему какое-то объяснение, предназначение. Но чем меньше вещь, чем она ничтожнее, допустим, зачем нужны комары в мире? Микробы там и так далее. Сегодня на науке есть немножко ответы на вопросы? А? Чтобы их ели жабы. А это зачем нужно? А кому нужны жабы в этом мире? Чтобы их ели дети. А это кому нужно, да? И зачем разные виды, а зачем разные виды комаров есть? Я не знаю, сколько, наверное, что есть десятки видов комаров. Сейчас, секунду, мы сномимся. Да, поэтому, чем крупнее вещь, тем очевиднее его предназначение. Чем вещь меньше, чем его предназначение менее очевидно. Можно? Ну, не знаю. Мне кажется, что предназначение дождевого червя намного более очевидно, чем предназначение склона, к примеру. Да. Червя можно в Авероция запустить вот это усилие тропростили, ну, есть вещи какие-то более-менее очевидные. Есть вещи, которые нет. Зачем разные виды червей, это уже тяжело сказать. Есть такие, а есть точно такое же, только немножко другой там и так далее. То есть, иногда Роман не говорит, что это правило, да? Не видишь, что это абсолютно. Говорит, что иногда вещь крупную нам легче познать, принять какое-то ее предназначение, чем мелкую вещь. Это зависит от более глубокого человека, он идет в более глубокое объяснение. Тем не менее, вещи мелкие зачастую намного тяжелее понять их предназначение. В следующий раз продолжим идти по пути Роман, а здесь, да? Попытаемся понять дальше, видите? Вы помните, что она объясняет это выражение мудрецов, что не для Всевышнего в мире ничего важнее, кроме человека, изучающего Тору, да? Поэтому пытаемся понять Глодию Гулаку, о чем идет речь, почему это так важно. Шалом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова